Говорят, что мода капризна и переменчива, мол, за ней не угонишься. Так-то оно так. Но если копнуть глубже, выясняется, что глобальных изменений в конструкциях и цветах шмота не происходит десятилетиями. Точнее, любое веяние нового поколения, это как утверждали наши бабули, хорошо забытое старое. Модная нынче спортивки, сори, стрит-стайл-вэр и узкие очки а-ля Матрица из 90-х явное тому подтверждение. Так почему бы не посмотреть, что народ таскал раньше, несколько десятилетий тому назад? Может, ты найдешь нечто подобное в своем гардеробе? Добро пожаловать на Теллблог.нет и сегодня ты узнаешь, как менялась мода с 20 века по наши дни. 1910-е годы. Они стали своего рода переломным моментом в истории моды. Люди впервые начали обращать внимание на спортивный стиль, этнику и милитари. Впрочем, последнее случилось не просто так, а на волне Первой мировой войны. Первая мировая война стала переломным моментом в истории моды. Короче говоря, бабы перестали затягивать многострадальные ребра корсетами и навешивать на себя килограммы бут с купи с дохлыми лисами и чернобурками. А мужики выпрыгнули из петушиных подштанников и ботфортов, отправили в топку блузки с воротниками жабо и стали одеваться так, как одевается сейчас любой бизнесмен или чинуша. Ну, то есть в адекватные рубахи, пиджаки да брюки, которые мы называем классикой. И если в начале периода стиль еще сохранял остатки былого лоска и роскоши, то в военные и послевоенные годы все дружно пересели на милитари. Даже женские платья начали напоминать то, что мы называем кэжуалом. Кстати, это было отчасти продиктовано тем, что мужчин начали призывать на фронт, а женщинам пришлось работать. Ну, а где ты видел медсестру в шляпе олядика Данс и шляпки с пером? В общем, именно массовая бойня сподвигла кучу народа обратить внимание на удобство и практичность шмота. Дэнди Серебряного века вместе с милитари канули в лету, и им на смену пришло то, что мы с тобой могли лицезреть в фильме «Великий Гэтсби». Люди только оправились от ужасов войны и решили жить по принципу «каждый день может быть последним». В Америке закончился кризис, и молодняк отрывался на полную катушку, закатывая запретные вечеринки при сухом законе и сливая кучу бабла на изысканный шмот. Девушки надевали платья, инкрустированное камнями, расшитые кружевом, а к сухим костюмам тройкам парней добавлялись брюки свободного кроя и жилеты. Ну, а главным изюмом того периода стали головные уборы, чего стоит визитная карточка стиля ар-деко – соломенная шляпа, которую называли каносье. На ногах таскали Оксфорды, туфли, которые ты наверняка замечаешь на современных хипстерах. Оксфорды, но не броги. А в целом, чтобы проникнуться стилем того времени, достаточно глянуть культовую картину с Ди Каприо. Я Гэтсби. 1930-е годы. Но жизнь на широкую ногу продолжалась недолго, и в той же Америке, которая задает фэшн-тренды по сей день, началась Великая Депрессия. Нет-нет, не та, которую мамкины пьеро ассоциируют с синими китами. Киты умирают в лужах бензина. А настоящее. Закрывались заводы, люди оказывались буквально на улице, плодилась нищета и безработица. Однако, как это всегда бывает в самые темные времена, нашлись те, кто начал стричь на разрухе бабло. На плаву остались самые богатые текстильные фабрики, которые придали моде новый вектор развития. Тогда и родился тот самый гангстерский стиль. Взрослые мужики носили все те же тройки с жилетом, пальто и шляпы. А вот молодняк пытался в оригинальность. Пацаны таскали гольфы, которые заправляли в брюки, свитеры своеобразным вырезом и пестрые галстуки. Барышни же стали мешать все, что было модно в последние 20 лет. Пласти рубашки в стиле милитари с бантами и кружевами, шляпки с лентами и даже шкуры убитой живности, которые были актуальны на рассвете эпохи. В общем, нельзя сказать, что что-то поменялось кардинально, скорее просто дополнилось оригинальными аксессуарами. 1940-е годы. Не успело человечество оправиться от Первой мировой, как подоспела вторая. Она началась в самом конце 30-х и по старой доброй традиции перевернула моду с ног на голову. В 40-е произошла самая глобальная революция стиля, как минимум потому, что приходилось врубать режим жесткой экономии. Если до этого в гардеробах мамкиных Дэнди водили с шелка до хлопки, они стали повсеместно заменяться дешевой синтетикой. Ассортимент тряпок судился до предела, и все люди стали одеваться практически идентично друг другу. Гангстерский лоск умер окончательно, а женщины впервые начали надевать юбки с рубахами. Это еще те, кто по-прежнему хотел сохранить женский образ, были и такие, кто носил сугубо мужские костюмы, отдавая дань военщине. Пожалуй, именно в 40-х зародилось явление, которое мы называем унисекс. И лично мне кажется, что это пошло в моде на пользу. А вот мужской стиль особых изменений не претерпел, разве что его постигла демократизация, и теперь костюмы тройки таскались на торжественное мероприятие. В миру же пацаны предпочитали широкие брюки с подтяжками да свитера без рукавов. А еще надевали длинные приталенные пиджаки и вешали на брюки цепухи. Видимо, гопники и говнори с 80-х взяли эту фишку из того самого веяния зуд. 1950-е годы. Очередной послевоенный цикл резко поменял представление о моде. Женщины, вздохнув с облегчением, снова устремились в Валан и Дарюше. Но раз война закончилась, то пора и с феминизмом завязывать. Они стали носить платья со свободными расклюшенными юбками и поясами, нарочито утягивающими талию. Кстати, на постсоветском пространстве именно в это время зародилась субкультура стиляг, о которой в нулевых даже сняли фильм. Наши лезли из кожи вон, чтобы копировать америкосов, а заодно агитировали против совкового однообразия. Многие за это отхватили по щам от бдительных властимущих. Да и сама субкультура маргинализировалась, ее адептов клеймили моральными уродами. В 50-е годы внимание акцентировалось на прическах и укладках. Женщины носили на голове пышные гульки, а мужчины стриглись так, как собственно сейчас стригут в вездесущих барбершопах. Одежда стала ярче и веселее, полосатые пиджаки, рубахи в горошек, все те же пестрые галстуки да бабочки из минувших сороковых. 1960-е годы. Ну вот мы и переходим к легендарным десятилетиям в истории моды. Если стиляги из 50-х вдохновлялись киношными персонажами, в 60-х задавать тренды стали музыканты Джон Леннон, Джимми Хендрикс, Элвис Пресли, Дженнис Джоплин и другие кумиры твоих предков. В эту эпоху с запада впервые повеяло течение хиппи, что отразилось на повседневном стиле. А еще модно-крутые женские бедра сменилась модой на кослявость и угловатость. Модельеры используют этот образ именно с той поры. Наряжались люди вычурно, но в то же время со вкусом. Девушки одинаково хорошо юзали и романтику, и унисекс. А мужчины перестали стесняться таких деталей, как шелковые ленты, блестки, штаны-клеш из разноцветных лоскутов, кожаные брюки и рубашки с рисованным принтом. А еще было модно повязать на шею банданы по типу пионерского галстука. Да и в целом, луки стали изобиловать смелыми аксессуарами и акцентами типа удлиненных стрижек. 1970-е годы. Вкусив дух свободы, дизайнеры начали клепать еще более откровенный шмот, вдохновляясь стрит-стайлом. В начале периода мода на хиппи тянула шлейфом из прошедших 60-х, а затем ее стали еще больше актуализировать и дополнять. Мужчины и женщины повсеместно таскали штаны-клеш, облегающие водолазки броских оттенков, длинные рубахи, футболки с бока-вышивками, звериные принты и прочую дичь. А еще в моду впервые вошла массивная обувь на платформе. Модники стали сякатеть ко всему искусственному, главное, чтобы сильнее блестело и бросалось в глаза. Пожалуй, самым знаковым и экстравагантным стилем эпохи стал Дэвид Боуи, он же Зиги Стардаст. Ну или Фредди Меркури. Именно в 70-е мужики начали краситься, по крайней мере, на всякого рода богемные тусовки. В общем, свобода самовыражения, как она есть. В восьмом десятилетии прошлого века из моды были вышвырнуты хиппи, и наступила эра диско. Отчасти сохранившая в себе детали глэм-рока. Женщины начали активно таскать лосины кислотных цветов и выстригивать на макушке головы ежик. А мужчины порой не брезговывали короткими шортами, едва прикрывающими булки. В общем, самый емкий эпитет для моды того времени – дерзость. А еще в тренды вошли мешковатые комбинезоны по сипу рабочих, только отшивались они совсем не в типичных цветах. И на десерт популяризировались джинсы, которые до этого периода относились к рабочей одежде американских рабочих. Причем они не просто популяризировались, а еще и модернизировались. Ну, например, вываривались в белизне или рвались. Все эти чудеса, которые мы наблюдаем на улицах по сей день, именно оттуда. Кстати, рваные джинсы пришли во всеобщие тренды не откуда-нибудь, а из панк-культуры, иконой которой стал бас-гитарист грубый Sex Pistols Сид Вишес. В 80-х его уже не было в живых, но смерть музыканта скорее заставила людей массово подражать ему, чем сделала его забытым пережитком прошлого. Впрочем, как я уже говорил, дерзость в облике была присуща не только панковским монтарям, а даже дисковесельчакам. 1990-е годы Лихие 90-е сохранили довольно многое от бунтарских 80-х, правда, с мелкими поправками. Грубый панк-рок подменили романтическим гранжем. В моду вошли колготки с сеткой, короткие топы, свободные джинсы-бананы, яркие футболки-оверсайз, грубоватое, но лаконичное украшение и, конечно же, кеды с кроссовками. Джинсы стали еще более востребованы, более того, отшивались и сарафаны, и юбки, и шорты, и комбезы, и рубашки из джинсовой ткани. А еще на пик моды взошли полиэстровые ветровки а-ля спорт в ярких принтах да кислотных цветах. У меня тоже была парочка таких, одна фиолетовая, а другая зеленая, и мешковатые джинсовые куртки. Ну а в рок-культуре кожаные косухи. А буду кэпом, все это максимально возвращается в моду сейчас. Нулевые С самого их начала в обиход людей ворвалось слово «гламур», которое позднее стало именем нарицательным для духа того времени. Барышни стремились демонстрировать сексуальность, да-да. Шутки о толстых бабах в леопардовых леггинсах – это именно из нулевых. Им тоже хотелось быть гламурными секси в самом-то деле. На волне хайпа уверенно сидела музыка R&B. И, соответственно, пацаны стремились одеваться ближе к рэперским образом. Но это, разумеется, коснулось не всех. В субкультурах строгий рок и бунтарский панк сменился течением Эмма. Грустных подростках в черно-розовых одеяниях со смоки-айс и косыми челками, которые угорали по Tokyo Hotel. Сигмати И Вал Аут Бой Кстати, зачатки Эмма-движения пришлись аж на 90-е в Америке, а до нас докатились в извращенной форме лишь к середине нулевых. Помимо R&B-шников и Эмма, в нулевых водились еще и электронщики, которые пытались вернуть моду хиппи из бородатых годов. На наших просторах их максимальная концентрация наблюдалась на фестивалях типа Казантип. Пожалуй, именно в нулевых возникла такая разношортность стилей и течений в моде. Наши дни А мода наших дней – это, по сути, сборная солянка из всего, что я тут рассказал. Десятые годы нового века начались с хипстеров, пародирующих ранние эпохи прошлого столетия, продолжились квинтэссенции образов 70-х и 80-х и завершаются отсылками к 90-м и нулевым. На что там отсылками? Практически фэшн-копиями. Лично я рад, что наше поколение вольно выбирать. Сейчас никто не посмотрит косо ни на хулиганского панка, ни на рейверского хиппи, ни на спортивного рэперка. Ты сам понимаешь, что так было не всегда, и даже на Западе, где нравы более свободны, когда-то не поняли бы женщину в просторном худи и рваных бойфренд-джинсах. А с какой эпохой ассоциируешь свой личный стиль ты? Пиши ответ в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым узнавать о выходе новых видео. Ну и на паблик ВК подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся, обсуждаем новые темы и угораем над прикольными мемчиками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!